Привет, с вами Велосоком, после этих замечательных пончиков на асфальте, буквально через пару минут, кому и Кабояша расфигачит болид Формулы 1 Феррари, чуть менее чем полностью, но пока не об этом. Компания GameLoft запускает Асфальт 8, и к этому событию собрали несколько журналистов на Moscow City Racing, показывали почти конечный билд игры, она выходит совсем скоро, и давайте расскажу обо всем по порядку, и об Асфальт 8, и о Moscow City Racing. Поехали! Скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Попробовать Асфальт 8 под звуки настоящих болидов, а именно их вы сейчас слышите, было особым удовольствием, мы попали в падок команды Маруси на Moscow City Racing, конечно, не просто так, автомобили этой марки будут представлены в игре, как это было и с Асфальт 7, и отдельное спасибо Маруси за то, что позволили понаблюдать за тем, как тестируются настоящие гоночные болиды. А потом мы поймали боевого пилота Макса Чилтона, который только-только пришел в команду Маруси, еще молодой, и кто следит за Формулой, знает, что особых успехов, в общем-то, пока не показывает результатов, но тем не менее, можете наблюдать, как боевой пилот Формулы 1 играет в Асфальт 8, да, вообще, в принципе, в любую мобильную игру. Я вам скажу, что играет он, в принципе, не лучше, чем любой школьник. Макс, спасибо, что нашли время прийти на это маленькое интервью. У меня будет, на самом деле, пара вопросов. Ваши впечатления от Формулы 1, от заездов, и хочется пожелать вам больших успехов на этом поприще. И вообще, для человека, который только-только начинает карьеру, что это такое Формула 1? Да, это очень круто спорт, чтобы быть в паре. Я начал гулять в 8 лет и кататься, и я работал на моих рейках. И я работал три года в ФР3 и три года в ГП2. И больше ты смысл в ФР1. В 2013 я был в фр1 и в ФР1. Я начал первый гулять в Австралии в 21-м году. Я никогда не смотрю, я научил каждый гулять. Я закончил каждый гулять. Я только один из двух моих водителей закончил каждый гулять. И я очень благодарен за это. И я благодарен за это за это. И я благодарен за это. Я благодарен за это за это. Марусия – это такой же новый бренд на куперщах ФР1. И сейчас они интегрируются в геймлофт Асфальт 8. И поскольку вы достаточно молоды, хочется спросить, насколько вы вообще увлечены мобильными играми, может быть просто рейсингом, поделиться своими впечатлениями. Насколько это помогает, может быть, расслабиться и отвлечься? Ну, я буду сказать, что для интервью я играю, но я не знаю. У меня слишком много, что делать в слишком много времени. Я всегда играл на компьютерные игры, но я счастлив, чтобы двигаться на самом деле. и все остальное, что не реально, кажется, что не было. Но много моих друзей играют, и я иногда играю. Они хороши для людей, которые хотят видеть эмоциональность двигаться. И это хороший место, чтобы начать и научить рейсинги, после того, чтобы начать рейсинг. Так что, когда я был маленьким, это очень полезно. И я очень понравился. Спасибо. И это все? Это все? Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Что касается самого шоу Moscow City Racing, а это именно шоу неполноценной гонки, то не повезло, конечно, с погодой. В Москве сейчас дожди, и достаточно холодно. Но, тем не менее, очень весело провели время, и народу очень понравилось. В общем-то, это правильное такое мероприятие. Ждем теперь Гран-при Сочи в 2014 году. Вы знаете, интересно, если раньше я гонками абсолютно не интересовался, то с тех пор, как несколько раз посетил всевозможные мероприятия, посвященные именно гонкам, то прям стало намного веселее. Но посмотрим, поживем, увидим. Тем не менее, Moscow City Racing это весьма такое значимое событие для, наверное, российской гоночной жизни. Возвращаясь к Asphalt 8, Гимилов называет эту часть самым большим обновлением со времен ухода от Ява. Есть смысл им верить. Огромное количество новых трасс, машин, и, что самое важное, это, конечно, абсолютно новый физический движок, то, за что ругали седьмую часть и предыдущие. Здесь это исправлено. Игра не пытается казаться каким-то симулятором. Это такая безбашенная аркада, и, наверное, это даже хорошо. Расскажем поподробнее, когда игра появится в App Store. Это был такой маленький инсайт с презентацией, а также с Moscow City Racing. Не забывайте подписываться на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой твиттер, и совсем скоро увидимся. Пока. Не самую, не самую легкую судьбу этой машины в самом начале, ее жизненного пути, но вот, к сожалению, машина эта в итоге попадает в аварию. Но, я думаю, здесь, смотрите на повтор, над торможением. Резко бросает машину в бок, и, господи, чуть не попал в шлем ему колесом. Вот это хорошо, что еще, уже в 2009 году были вот эти тросы внутри, которые шли от колеса. Потом в итоге оно все-таки отлетело. Вот мы видим, но... Красные флаги, естественно, на трассе...